всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня у нас для вас новая игра для этой игры нам понадобится в данном случае вот такие вот шаблоны заготовки которые я взяла из интернета с фруктами и такого же плана и такого же размера с овощами можно конечно же нарисовать их от руки если у вас есть для этого способности в первую очередь и много лишнего времени но я предпочла распечатать раскраски и потом соответственно вырезать и раскрасить и взяла это все из интернета для чего же нам вообще понадобятся данные шаблоны данные овощи и фрукты а еще я вот уже от руки уже не шаблоны сразу видно нарисовала вот такие вот тарелочки оранжевую зеленую чтобы они отличались цветами для чего расскажу чуть попозже вот мы с вами с помощью нашей сегодняшней игры будем у ребенка закреплять понятия соответственно фрукты овощи и плюсом будем помогать ребенку самое главное я забыла будем помогать ребенку учиться резать вырезать это на самом деле очень важное умение я как-то уже записывала вам видео про это умение говорила насколько оно важно потому что для нас для взрослых кажется что это вот прям вот с рождением и этим умением обладаем нам это все дается очень легко и просто резать и вырезать по линиям а на самом деле у ребенка это умение тоже нужно развивать чем мы сегодня собственно и займемся а как же мы это будем делать вот с помощью такой игры которую сейчас мы с вами будем дорабатывать что нам нужно доработать для на вот этих вот раскрашенных шаблонах из интернета овощей и фруктов мы будем рисовать с вами линии по которым ребенок будет разрезать овощи и фрукты для начала я предлагаю сделать простые линии то есть они будут ровные и довольно таки ну как сказать прямые да вот чтобы ребенку было просто разрезать в данном случае я вот сейчас поняла свою ошибку наверное нужно брать не черный фломастер потому что вы видите что грани здесь тоже раскрашены черным а какой-нибудь если у вас есть яркий фломастера да например вот у меня есть синий и тогда ребенку будет проще не запутаться где же все-таки линия разреза а где у нас просто нарисована грань то есть если мы нарисуем например для примера я сделаю рядом линию синюю то по синей линии ему будет проще ориентироваться где резать будем дальше рисовать синим фломастером вот то есть соответственно мы предлагаем ребенку приготовить компот и приготовить суп а для этого нам нужно будет нарезать овощи и фрукты и разобраться в какую из тарелок нам что сложить то есть например задаем ребенку задачу что в зеленой тарелке у нас будет вариться ну зеленой кастрюльки скажем у нас будет вариться суп а в оранжевой кастрюльке у нас будет вариться компот соответственно ребенок у нас будет очень много задач сразу одновременно выполнять во первых ему будет нужно разобраться где у нас вообще овощи где у нас фрукты потому что этому все предложим ему в перемешку во вторых ему нужен будет разобраться из чего варится суп из чего варится компот а в третьих ему нужно будет приготовить ингредиенты для того и для другого с помощью задачи наши которую мы ему поставим разрезать фрукты и овощи на кусочки резать он будет по четко определенным линиям и это тоже нужно с ребенком обговорить то есть когда мы ставим ребенку задачу мы все детально проговариваем что на фруктах нанесены линии показываем эти линии и по ним мы режем здесь это очень важно потому что умение вырезать это не просто резать вот так вот все подряд а резать в каком-то определенном направлении то есть если бы мы дали ребенку задачу вырезать самому шаблон вот этого банана да он бы соответственно резал по определенному направлению а чтобы ему было проще в будущем вырезать вот такие вот бананы яблоки груши все что угодно чтобы это было именно похоже на фрукты и овощи они на просто нарезанные кусочки ему нужно развивать умение резать соответственно для этого мы с вами здесь и собрались сегодня так вот такую простую линию мы нанесли например на яблоки я предлагаю нанести уже линию более сложную что-нибудь типа зигзага да но делаем ее одну не множество таких линий одну чтобы опять же ребенок немножко вник в эту задачу попробовал и обязательно справился с ней да то есть нам для начала нужно у ребенка не отбить желание вырезать а именно познакомить его с разными возможностями да соответственно если здесь у нас были прямые линии здесь мы сделали такую вот зигзагообразную линию а а например на груша мы сделаем ему волнистую линию вот так и поделит он у нас получается эти фрукты нам пополам с помощью таких линий а на овощах здесь придется рисовать черным потому что синий фломастер будет хуже видно мы например также на помидорке сделаем 1 2 разреза прямых вот так на перчике мы сделаем то же самое только там например в другом направлении и на таком перчике мы сделаем опять волнистую линию она огурчики у нас он здесь длинный мы можем сделать вдоль длинную зигзагообразную да вот так и вот в таком уже с прорисованными линиями видим мы предлагаем ребенку игру то есть вот сейчас мы все это дружинка перемешаем и вот так вот ребенок у нас садится у него перед ним две тарелки мы опять же еще раз повторюсь обозначаем что в одной тарелке в одной кастрюльке у нас варится суп в другой кастрюльке у нас варится компот и нам нужно нарезать для него ингредиенты и вот ребенок знающий уже что такое овощи что такое фрукты то есть изначально вы уже должны познакомить ребенка с этой темы это не ознакомительное занятие это занятие на закрепление темы ребенок должен понимать что такое фрукты что такое овощи чем они отличаются из чего варят суп из чего варят компот, а сейчас он просто это знание закрепляет с помощью данного занятия. Про работу с ножницами мы ребенку тоже объясняем. У меня в данном случае детские ножницы, они безопасные, то есть есть вот этот вот механизм, который ограничивает движение ножницы, он не защелкнется на пальчики, то есть он всегда находится вот в таком разжатом положении. Лучше ребенку для игры, для такой игры, для любой другой игры, когда ребенок только учится вырезать, предлагать именно детские ножницы с закругленными, затупленными концами и с механизмом, который не дает ребенку ничего лишнего себе отрезать. Начнем мы с вами с помидорки и будем резать ее, конечно же, в суп, потому что компот из помидор, я думаю, что никому не придется по вкусу, хотя можно попробовать. Но мы режем его вот так вот, вот таким вот образом в суп, то есть ребенок тоже самое делает. Вот в эту тарелочку, кастрюльку, как угодно ее назовите, мы нарезали помидорку. Теперь мы можем взять любой из этих ингредиентов, либо мы продолжим варить суп, либо, ну что ребенок выберет, да, я вот продолжу варить суп и добавлю туда перчик. Перчик у нас волнистая линия, волнистая линия, соответственно, это более сложная линия для вырезания. Ребенку придется потрудиться, для меня это не так сложно, а ребенок может потратить на это определенное количество времени. Мы его не торопим, мы его поддерживаем, даже если он немножко вышел за границы или резанул чуть сильнее и у него отрезалось не там, мы его не ругаем, мы его всегда во всем поддерживаем. Мы положили наш перчик, добавим туда еще огурчик, это у нас зигзаг. Зигзаг более простая линия для ребенка, чем волнистая, потому что она состоит из прямых таких направлений, да, то есть как бы там не нужно еще искруглять с помощью ножниц. Но, опять же, она более сложная, чем просто прямые линии вырезать, поэтому это тоже задачка не из простых. Вот таким вот образом мы нарезали огурчик и, соответственно, добавим наш суп, недостающий зеленый перчик и на этом ограничимся. С фруктами я уже тоже самое проделывать не буду, оставим их целыми, но ребенок должен будет нарезать и то и другое и закрепить навык вырезания, закрепить понятие овощи-фрукты. Вот таким вот образом мы с вами создали вот такую простую, интересную, в то же время очень полезную игру из листочка бумаги, ножниц и вот таких вот двух разноцветных маркеров, которые нам нужны для того, чтобы рисовать линии. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите на наш телеграм-канал, не забывайте про него, там очень много полезной информации. И до новых встреч, пока-пока!